Добрый вечер! Мы продолжаем наш урок Таней с короткой дорогой, как мы учили. Мы находимся в главе двадцатой, в двадцатой главе. Это страница 123, с самого начала главе. Глава двадцатая. Глава двадцатая. В восемнадцатой и девятнадцатой главе это было как вступление или основа, фундамент, всего путь, который мы должны проходить для изучения короткой дороги. Напоминаю, короткая дорога подразумевает, в отличие от длинной дороги, что из несколько коротких, можно сказать, поступки мы достигаем того, что хотим достичь в длинной дороге. Так почему не все делают так? Потому что это недолговечно. Объясню. Ну, например. Я помню, что мой отец пытался меня научить писать Тору, святок Тору. И там надо точить правильно паром. Пером. Пером. А отец слышит, да? Ну, да. То есть, как это делается? Ставит этого пером в стакан в воде, холодная вода, на ночь. И утром, или через день, она становится более мягче. Да. И тогда можно ее точить правильно ввиду инструмента написания. А если хотите ускорить этот процесс, можно ставить этого пером в горячую воду. Вроде бы тот же результат. Только тогда происходит очень интересное проявление. После того, что ты точил. Эта пером, она сгибается и негодная. То есть, для того, чтобы делать ее правильно, на долгое пользование, тебе нужна холодная вода долго. А когда тебе нужно быстро сейчас, можешь делать это в горячую воду, но на ночь уже все. Спустя несколько часов это уже одноразово. Одноразово. Невозможно пользоваться. То же самое в путь, достижение и цель стать Бенуни. Кто такой Бенуни? Мы уже знаем. Бенуни это человек, который никогда не грешит в мысли, речи и действия. Несмотря что у него есть внутренняя борьба. Но борьба никогда не заканчивается в победу животная душа. Длинный путь означает, что я занимаюсь победой животной души. Я ее обрабатываю, объясняю, говорю, побеждаю, облегчаю, ломаю. Всяких по-разному. Это длинный путь, потому что она спротивляется. Как это во первом. Ей не хочется быть точена по-другому, чем она рождена с природом. Но тем не менее, длинная, очень настойчивая обработка. Кое-что можно побеждать, может быть, стать Бенуни. А есть быстрый путь. Быстрый путь должен быть давать сокрушительные несколько ударов, по которым даже животная душа отказаться не может. И она говорит сразу, я сдаюсь, ты прав, будем делать как надо, как Всевышний хочет. И мы в 18 главе и 19 главе поняли, что за идея, по которым животная душа соглашается с Божественной душой без отговорки. Она сразу сдается. А что это такое? Когда угрожаешь, животная душа бит, отречена, обречена, не отречена, просто уходить полностью, отказаться от связи с Богом, она этим не смирится. Благодаря Божественная душа. То есть Божественная душа в это время настолько сильна, что она даже, вот животная душа насколько испугана, что она просто спряталась. То есть почему это так? Мы объясняли почему. Божественная душа, кто она такая? Она часть Бога. Кто она такая? Она связана только с Богом. В ней есть бесконечный святость Всевышнему, который находится с ней. И когда Божественная душа понимает, что ее забирают от связи с Богом, она просто, вот все колокола начинают кричать. Это невозможно. Это просто невозможно. Она не дает. И настолько она дает собой, что животная душа сразу сдается и говорит, хорошо, понял. Вот это мы не делаем. Вот это слишком много. И мы говорили, что эта часть Божественная душа дано нам благодаря наших приотцов Авраам и Исаак Виаков в наследство. То есть это не выбор. Это не какие-то евреи да, какие-то евреи нет. Это всех евреев. И мы говорили, что это возникает по каждому евреи по-разному. Но результат один, когда еврей понимает, что это конец, он будет воевать. Ну, он не будет смириться. Никак другими. В отличие от другого любого национальности, он не будет сдаваться. Поэтому мы видим у воспитанных евреев по еврейству упорты до конца евреев, которые не готовы повернуть от еврейства ни в каких обстоятельствах. И не воспитанных по еврейскому евреев, мы увидим это в других направлениях. Как бесконечное желание что-то достичь, что-то ненормальное. Или дойти куда-то ненормально. Или повернуть как-то ненормально. И поэтому у нас так много отъездных людей. Это результат тому. Просто душа не понимает, куда надо направиться, она направляется, куда получается. Теперь мы знаем, что есть болезненная, можно сказать, точка в божественная душа, которая, если я нажму на ней, она прыгает и не даст меня уходить от правила, которое Всевышний говорил. Какая-то точка, и данное поклонничество назовем это, отрекать от Всевышнего. Теперь у нас проблема. Если человек не одевает феллины, дай Бог, утром, он чувствует, что он предал свое еврейство. Не хорошо, если он одевал каждый день, чувствует себя некомфортно. Но он чувствует равно, как ходить где-то в церковь и креститься. Нет. Это не так. Не так. Если евреи сидят в фарбрэнген и сплетничают с другими, говорили об этом в субботу. Что делает? Он чувствует, что он предал Всевышнему. А что еще делать? У меня проблема. Десять людей. Так что? Так что? Когда Йося говорит про мэрслом, он чувствует, что Йося чувствует, что он предал Всевышнему? Я не чувствую, что предал Мэрсл. Но мне чувствует, но Врекса совершает тяжелый. Это вот такой пример. Тяжелый, да? На самом деле он не сплетничает. Он приседе, а за четыре зрителя тоже не сплетнят. Ну короче, понимали? То есть получается, что мы... Йося не понимает, что такое вот, что на... Он вообще не понимает, зачем в греке. Он просто слово услышал и привел. То есть получается, что если мы, если спрашивая нас, мы не сравниваем идолопоклонничество или отрекание от еврейства с практически оставшиеся 612 заповедей. И наш короткий путь придется ему пытаться нам объяснить. Ребята, равно сплетничать, это идолопоклонничество. Не одевать филин, это отрекать своего еврейства. Наружал в субботу, это все конец связан с Вишневым. И тогда, если мы так это поймем, ну есть шанс, что мы перестанем согрешить. Есть шанс. И для этого мы начинаем учиться в 20, 21, 22, 23 главе объяснить, как это вообще можно связать. Начнем. ВОИНЕ МОЙДАС ЗОИС ЛАКОЛ ЛАКОЛ Второй. Это единственное предложение, которое мы услышали. То есть, вначале в Совершенном говорил 10 заповедей, в таком виде, который обычный человек не способен понять. Он говорил это в одном предложении, в один раз. Того, что человек не может принимать. А потом в Совершенном повторил и говорил медленно, Оно их я, Бог ваший, и не будет вам другими богами. И написано, что за каждой буквы, которая была сказана от Всевышнему, еврейские души настолько были испуганы, что они поплошались о твоих телесной жизни. И ангели стояли и реанимировали их заново, и заново, и заново. И поэтому, потом подошли евреи к Моше и говорили, говорите, ты с ним, иначе мы умрем. И Моше очень был возмущен об этом. Он не хотел, а? Это каждая буква из первой заповедки? Да. Я был там, но я не помню точно. Может быть, ты каждый второй. Это было давно. То есть, получается, что Моше был возмущен. Почему возмущен? Он очень хотел, что будет непосредственный связь между евреем и Всевышним. Ни через никого. Напрямой. Каждый еврей имеет связь напрямой со Всевышним. И когда евреи это сказали ему, он очень сильно расстроился. И когда он подошел ко Всевышнему, говорит ему, Всевышнему, не переживай. Так и должно было быть. Они не способны на большее. Это невозможно для них. Поэтому ты останешься здесь со мной. А скажешь им того, что вам я сказал. Вопрос. Почему Всевышнему постарался, что этих двух приложений, этих двух заповедей будут высказаны всем евреям и все услышат? Он мог меньше. Он мог другим. Почему именно этих двух? Они основные, базисные. А что, уважать родителей это недостаточно важно? Не, наверное, все остальные заповеди они отсюда уходят. Потому что они здесь написаны 248 и 300. С каждой части предложения. Поэтому мы находим у мудрецов много-много разных комментариев, которые объединяются. Одна идея. Одна идея. Есть первый очень известный рассаг, Раби Саад Ягаон. Вы знаете, наверное, порядок поколений. После Танаим, которые писали Мишну, были Эмораим. После Эмораим, часть из них даже писали в Талмуд еще, были Савораим. Савораим так называли. Это было короткое поколение. А потом были Геоним. Один из известных Геоним был Раби Саад Ягаон. Раби Саад Ягаон. Он называется во многих местах Расага. Раби Саад Ягаон. Объявляет то, что его имя. Вот Раби Саад Ягаон объясняет это в Гематрия. Как этих именно приложения, я не помню точно, поэтому не повторю, вот как вот из этих двух приложений выходит 613 заповедей. И есть еще и еще и еще таких объяснений, как из них выходит этих заповедей. Хасидут, как глубокая Тора, они смотрят из этого низ Гематрия. Гематрия это как телесная часть этого понимания, но чуть-чуть глубже. То есть мы будем изучать, как идолопоклонничество, которое устроено из двумя абзацами. Я твой Бог, и не будет вам другими богами, в них заложены все 613 заповедей. Положительные заповеди, активные, да, 248 активные заповеди. Они связаны с приложением «Я Бог ваш». А отрицательные заповеди не будут вам другими богами, связаны с отрицательной частью, не с отрицательной заповедью. так, потому что приложение «Я Бог ваш» «Койлэл, кол рамах митцвэйсэсэсэ». В нем входят 248 положительные заповеди. «Вэлло и елхо», и отрицательная часть этого 10 заповедей, «Не будет вам другими богами». В это приложение входит «Койлэл, кол шаса митцвэйсэсэ». Все 600, 365 отрицательные, запрещающие заповеди. А вы не помните случайно вот это выражение «Да не будет» и дальше «Увальтру и Ефбалу» или просто «Да не будет» было столько? Нет, вся. Все приложения. Ну, вот как здесь… У нас есть тору на 100 лет. Откуда ты? Весь приложение. Весь приложение. Весь первые двух приложений. Он не хиявай, лэкріхо, а шэр, ицэйсэйхо мээрц – вцамээмбэй сээвуд мужчин, «Я бог бэшэк. катурэвээвээвээл Вэс, визстэрэнайй гипэцкаяя». Небудит, вэмдругими, вэгэдээнахээ. не нужно седра, пасер, ехал темуно все, ввеса от этого приличение, приличение которое включает Пьер и Заповид и втрата и поэтому и поэтому мы слышим что он не любит и не будет этих двух приличения Теперь надо понимать, как мы говорили в начале урок, как я магус визат, лошон хара, кашрут, кошерное питание, субботу, тфилин, мезузы, как одной из этих двух ветки, как будто бы это ветка, одна из них, как я связываю их. Для того, чтобы понять этого вопроса хорошо, для того, чтобы понять этого вопроса, надо вернуться в то же знание, которое мы учили в Варата Единства и Вера, и один раз уже прошли в этом части книги. Вопрос о единстве. Почему? Когда мы разрешаем себе вести себя неподобавшей, где мы это делаем самым многим? А? Когда мы ведем себя неподобавшей, где мы себе это позволяем максимально? Дома. Почему дома? Мое. Нет, мое. Я сам себя чувствую комфортно. Если я подведу себя, потом буду смириться с собой. На всех грехов любовь взглядец. Мы с собой всегда находим оправдание. Любой грех мы находим, почему мы не так виноваты. Он виноват, то виноват, то не понял, это не говорил. Мы с собой очень хорошо любим. То макомфортно. Делаю, что хочу. Никто не замечает. Я сам с собой. Я буду делаться как хочу. Где мы минимально себе позволяем? Для людей. Для людей. А? В гостях. В гостях. Особенно, если мы в гостях, очень авторитетный для нас человек. Очень авторитетный для нас человек. Мы будем очень стараться делать то, что он будет нами восхищаться. Если можно, что он потом скажет, слушай, крутой парень. Мы будем довольны. А как мы фактично ведем себя в таком случае? Мы меньше говорим. Меньше говорим. Есть такая полушутка, полуобъяснение у мудрецов. Почему написано, что Сьяг лохохма, штика. Оглаждение или защиту к мудрости мальчания. Почему? Пока ты не говорил, думай, что ты умный. Значит, говорить уже непонятно. Помальчал, думаем, что ты умный. Ты мальчишь. То есть мы стараемся, очень авторитетный человек не говорит. Второе, не слишком шевелиться. Что нас не сильно будут увидеть. Во-вторых, когда мы уже действуем, мы очень-очень пытаемся делать это так, что вот когда увидят нас, вспомнят нас. Вспомнят нас к хорошей стороны. То есть когда мы покажем себе, мы хотим, чтобы нас запомнили хотя бы прилично и не сказать. Ну, не хочется. А? Вот это мой секрет, я не дам тебе. Короче, получается, что когда мы разрешаем себе не для того, чтобы в совершенном уговорить, это потому, что мы не чувствуем, что он здесь. Мы не чувствуем, что он здесь. Мы чувствуем, что мы здесь. Мы можем допускать, что его есть. Что его есть. Что он наблюдает. Что он может ругаться. А потом лезет внутри. Ну, что он будет ругаться со мной. Я что кушал мороженое. Ну и что. Прямо сейчас будет ругаться со мной. И вот в этом колебании мы постоянно находимся. То есть нам крайне тяжело принимать тому, что самые-самые-самые уважаемые, которые есть, находятся с нами мы здесь постоянно. И поэтому мы позволяем себе делать, что хотим. Сейчас берем обратно. Первая беда это того, что мы не можем представлять, что он с нами. Вторая беда, что мы не понимаем это всерьез. То есть допустим, мы находимся в синагогу. Мы ведем себя в синагогу по-другому, чем дома. То есть мы не будем ходить здесь в шортиках и не будем ложиться что? Вы уверены, что мы не будем ходить в шортиках? Я точно. Я точно. Не будем ходить в шортиках и не будем лечь, спать посередине. Мы чувствуем, что это неприлично. Так не надо. Ну так не надо. Это святое место. Да? И скажу это, например. Да. И скажу можно. В моем детстве у нас мы жили в такой город Мигдалайм. Периферия до сих пор периферия. Но тогда это было. Кто-то кто-то завязал в нашей возле нашего класса козу. И один из моих друзей привез из дому табак. Медаль ему весь день понюхал табак. Вы можете представлять, что там просто потом конец день произошло. Вообще табак, который нюхает, не кушает. Чихало, чихало. Да. Было очень-очень интересная история. Короче, то есть когда мы приходим в синагогу, мы ведем себя по-другому. Особенно если наш очень авторитетный человек, которого мы реально очень сильно уважаем. Когда придем к нему, попытаемся что руки будут ровные, что туфли будут чистые, что не будет грязно ногтей, что будет как-то прилично, что будет. Я не говорю, что к синагоге надо так ходить. К синагоге надо ходить в любом положении. Это наш дом. Я говорю просто, образно. Как мы ведем себя, когда мы идем, где-то важно нам свадьба. Или в каком-то приличное общество. Мы пытаемся быть приличным. Тогда вопрос такой, когда мы понимаем, что все вечный здесь, почему мы ведем себя неподобающее. Допустим, если мы бы сегодня поехали в храм, в югусалимский храм, он был построен, слава Богу, мы пошли в храм. Мы что, там вели себя, как хотели? Нет. Почему мы здесь так ведем себя? Причина, что нам очень тяжело принимать, что здесь равно там, здесь равно в храм. Присутство Всевышнему у нас, оно на поверхностное. Она только как-то виза... Мы соглашаемся в априори, что его есть, но мы не чувствуем, что его есть реально. Мы говорили об этом очень много, что вера отличается от понимания в том, что вера доходит до того, что вор перед воровством может кричать Всевышнему помогите меня воровать. Вор перед воровством кричит Богом помоги. Почему? Вера она такая, что она представляет себе, но это не заходит внутри. Поэтому первое условие для того, что соединять любого заповеди с идолопоклонничества связан с пониманием единства у Бога. Если мы почувствуем единство у Бога, то тогда все изменится у нас в жизни. что надо понять? Продолжение следует... 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 что мы убеждены что мы есть а теперь вопрос он есть понимаете разница то понятно что я готов понять что я часть а что я никто не готов понять и перевод в результат этого мысли по результат остается что я точно есть а он давай подумай давай подумай давай поговорим и на самом деле для того что это понять надо изначально разложить самая удивительная фактор никакая оправдание к тому что я чувствую себя нет ни какая правда я должен был чувствовать постоянно моя мелкая вообще вот в роли в жизни не отвечал пока просто говорили что это есть такой проблем я сейчас не говорил почему это так мы дойдем к этому но ты хочешь сейчас отвечать того что мы еще не дошли почему мы так чувствуем это отдельный вопрос какая претензия да а на самом деле на самом деле надо было чувствовать что мы нет нет я говорю я говорю даже по отношению между собой ну если если человек чуть-чуть развитый и он понимает своего нишу в этом мира он должен чувствовать себе подавлен посмотри только на происходящее не говорю о духовности просто вот вот мир который есть вокруг нас кто мы вообще такие как индивидуальный ну а человек даже внутри себя кто я такой то есть я устроенный из вот так фу и не человек не стал утром в соне человек и тем не менее мы наполнены так собой это как маникальный психоз мы так мы так наполнили собой что это реально удивительно это реально можно сказать если это было не всем нас одинаково мы думали что это человек который пришел к нам с такое чувство что он какой-то ну сумасшедший псих потому что когда ты разбираешься ты понимаешь что вообще у тебя нет оправдания не на какая-то претендовать на какое-то чувство ты вообще ничего и функция это это мы говорим еще раз на уровень физической жизни существовать человеке несуществовать человек это вообще такой шаг вообще который не зависит вообще от нас как говорят в мишна без твоего разрешения ты родился и без твоего желания будешь умереть никто тебя не спрашивает вообще и нас пугает это вот так меня просто что-то в жизни миру все потерялись полности то есть получается что это чувство что мы есть это реально самый дурная чувство дурная тем не менее она очень сильно и она и есть главная причина по которым нам так трудно смеяться что он единственный потому что мы есть